Молодая мама Юля не верит, что наконец-то сможет выйти на работу. До этого момента у нее волей-неволей продолжался отпуск по уходу за ребенком, хотя сыну Артему уже 4 года. Мальчик в садик до этого времени не ходил. Все очень просто, рассказывает девушка. Свободных мест в детских группах нет. Вот и приходилось сидеть с Артемом дома. Малыш очень привык к домашнему уюту, говорит его мама. А новость о том, что теперь целый день надо будет проводить в садике, просто выбила Артема из колеи. Начались слезы и крик. Но когда ребенок увидел, уверяет Юля, новенькое здание свое мнение резко поменял. Вообще он сначала нет, не пойду, я дома не привык. А теперь как сходил, посмотрел, что красиво, действительно, детки все. Пойду. В садик строили полтора года. Первые лица края вспоминают, перед тем, как перерезать красную ленту, пришлось пройти и огонь, и воду, и медные трубы. Каждый заложенный кирпич был, считают чиновники, маленьким шажком к победе. Говорили о проектно-смертной документации. Нет, проектанты вовремя не сделали. А экспертизу еще потом надо после проекта делать. А конкурсы, а денег не хватит. Ну и говорили кучу всяких. Весомых аргументов, чтобы мы не начинали делать это в садик. Ну, мы не послушались. Несколько групп и 80 новых мест для детей. Плюс к этому добавились и рабочие места для персонала. Когда же стройка подходила к концу, родители зашептались. Мол, здание красивое, значит и учреждение элитное. А в такое без связи ребенка не пристроишь. Местная администрация же настаивает на обратном. В порядке очереди все желающие обязательно попадут в дошкольные учреждения. Кстати, на самом открытии депутат Краевой Думы Сергей Новиков вспомнил прошлое и привел в пример простую арифметику. Ровно 21 год назад пускали Александровский роддом. То есть высчитано все точно до буквы. Наверное, вот те дети, которые были тогда 21 год назад рождены, и последующие поколения, наверное, уже их дети пользуются вот этими благами этого детского садика. На детских площадках еще пахнет краской, но уже с начала новой недели сюда на прогулку выйдет без малого сотня юных жителей села Александровское. Новый детский садик – это всего лишь пристройка к старой общеобразовательной школе. Дворец детства и учебное заведение разделяют лишь вот этот забор. И можно предположить, что выпускникам детского садика за знаниями далеко ходить не надо. И чтобы попасть на свой первый в мире урок, им придется сделать всего лишь пару шагов. Анастасия Самойлова, Юрий Корниенко, Информбюро, Александровский район.